Приветствую вас. Всегда есть некоторая трудность при ответах на такой вопрос, где человек как бы спрашивает, ну, не совсем про себя, да, а скорее вот именно про другого человека, то есть хочет разобраться в том, почему тот или иной человек поступили, ну, вот так вот, таким образом. И, к сожалению, ну, были разные случаи, были разные моменты, вот, и иногда, когда вот при ответе на такой вопрос, как бы говоришь или отвечаешь, или стараешься дать понять такому человеку, потому что проблема, проблема не в другом человеке, не в том, по поводу которого вы написали, а проблема как бы в вас, вот в вас самой, потому что эта ситуация стала вообще возможной, вот, то человек реагирует, ну, не всегда хорошо, не всегда адекватно, вот. Я, к сожалению, не знаю, как отреагируете на это вы, на такую, ну, на такое утверждение сразу. Поэтому, поэтому, сперва я, наверное, отвечу вам на ваш вопрос, дабы быть честным по отношению к вам, то есть выскажу свое мнение на этот счет, а уже потом, после этого, после того, как, значит, я это сделаю, то я смогу уже вам дать свои комментарии. Итак, на мой взгляд, мужчина, он вам не мстил. На мой взгляд, мужчина пытался добиться вас, то есть это такой не очень уверенный в себе человек, по вашему описанию, потому что ему не нравилось то, что вы встречаетесь с другими ребятами, да, с другими мужчинами, ему вот это вот не нравилось, но при этом он, как я понял, ничего не мог делать с этим. С одной стороны, ему не нравилось, с другой стороны, человек не был готов к тому, чтобы отпустить вас, именно по той причине, что вы поддерживаете связь с другими мужчинами, да, то есть он не отпускает вас и продолжал с вами находиться. Вот, то есть у него, вполне возможно, заниженная самооценка несколько. Также его фраза о том, что ты теперь влюблена в меня больше, чем я, и, соответственно, меня это останавливает, у меня это фраза, она, как бы, говорит о том, что человек не готов, по всей видимости, брать на себя ответственность именно за отношения, то есть он не готов, ну, не готов находиться в отношениях, то есть он, может быть, готов завоевывать вас, может быть, он готов завоевывать женщину, вот, это да, может быть, женщину он завоевывать и готов, а вот, значит, в отношениях с ней находиться, вот, в этом контексте человек, конечно, показал свою полную незастоятельность и на этой почве, на мой взгляд, можно заключить, что мужчине просто было важно доказать себе, и, что он может вас завоевать, может сделать так, чтобы вы хотели быть с ним, вот, и нужно это ему для того, чтобы повысить, потешить свою самооценку, вот. На мой взгляд, это наиболее адекватное объяснение причин поведения человека, то есть, ага, именно, 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 занижена самооценка и желание самоутвердиться за ваш счет, потому что в отношениях человек явно быть не хотел, потому что, ну, и что, что вы влюблены в него больше, например, да, чем он, ну, и что, что страшного в этом? Наоборот, это можно использовать, как бы, ну, в пользу для себя, наоборот, это можно использовать с выигрой для себя, но человек этого сделать не захотел, и у этого, я полагаю, есть, опять же, свои причины, вот. То есть, это, это вот, а, какой, на мой взгляд, важный момент, если мы говорим с вами, именно о, вот, ну, об этом, об этом аспекту. Если говорить о вас, то в вашем случае отдельного момента, отдельного внимания заслуживает то, что вы, значит, хотели построить отношения с этим человеком, ну, вот, который вас, что-то оттолкнул, как вы говорите, что вы попытались построить с ним отношения, при этом у вас уже формировались чувства к другому мужчине, и вы, имея, имея, имея эти чувства к другому, значит, все же находились какое-то время в отношениях с вашим настоящим молодым человеком. Такой вектор мобилей поведения направлен, как правило, на удовлетворение своих каких-либо потребностей через, ну, например, через, ну, через мужчину, допустим, через человека, допустим, вот. И эти потребности нужно обязательно выявить, зафиксировать в своем сознании и постараться удовлетворять их несколько более продуктивно. Так, чтобы вы не оказывались в таких ситуациях. Далее вы пишете, что вы пытались, что вы хотели бы попытаться влюбиться. Это, честно говоря, тоже вызывает у меня некоторую настороженность в отношении личного благополучия вас, потому что, как бы, ну, пытаться влюбиться крайне бесперспективно. Вы либо любите человека, либо нет. Либо вы обманываете себя насчет того, что любите его человека, я имею в виду. И, опять же, у этого могут быть какие-то свои причины. То есть вам для чего-то, может быть, необходимо, ну, влюбиться в кого-либо, в кого-либо, неважно сейчас, в кого-либо. Вот. И это тоже может быть, может быть, как бы, объектом для работы, для консультации. Далее вы пишете о том, что отношения с тем, к кому вы испытывали серьезные чувства, обернулись, скажем, кошмаром. И это тоже доставляет меня думать о том, что у вас могут быть какие-то проблемы именно, ну, именно в плане модели поведения по отношению к противоположному полу. То есть, ну, вот именно из-за того, что ваши отношения, они не приводят к какому-то позитивному окончанию. То есть, в этом вот тоже есть причины, и если вы хотите, то эти причины можно узнать, их можно увидеть, и, соответственно, вы сможете уже это, ну, в каком случае вы сможете это корректировать, контролировать, и тем самым не допустить того, чтобы в вашей жизни происходило что-либо без контроля. Потому что, ну, очевидно, что вы может быть много, чересчур много внимания уделяете именно отношениям. И, опять же, за этим что-то стоит, за этим что-то кроется, какие-то желания, потребности, может быть, что-то еще, может быть, страх. Вот. И подобная сверх-сверх мотивация быть в отношениях, она не делает вас более привлекательной и самостоятельной по отношению к мужчинам, к сожалению. поэтому здесь, на мой взгляд, требуется корректировка вашего именно поведения. Вот. Я сейчас зачитаю вам те моменты, которые мне кажутся важными. Значит, у меня был хороший друг, с которым мы общались целый год. Пожалуй, это первый момент. У меня был хороший друг, с которым мы общались целый год. Я поверил бы вам, что у вас есть друг, с которым вы общались целый год. Я поверил бы вам, что у вас есть хороший друг. Если бы этот друг был бы с вами, ну, несколько десятков лет, мужчинам. Вот в этом случае я бы поверил. Когда вы говорите о том, что с этим мужчиной вы общались всего лишь год, год, простите, я вам здесь не могу поверить, потому что ну, не может быть, к сожалению, в современном мире мужчин, которые являются хорошими друзьями женщинам, да, в течение года. То есть это, конечно, бывает. не бывает. Я не говорю, что этого не бывает вообще. Это бывает. Но встречается подобное очень редко. И если вы говорите, что мужчина был вашим другом целый год, хорошим другом, то есть определенная вероятность того, что мужчина изначально пытался вас как-то завоевать. Вот. Именно поэтому ему не нравилось то, что вы встречаетесь и поддерживаете связь с другими мужчинами. Друзья обычно, они так не поступают. И здесь, в данном контексте, меня интересует такой вопрос. Вы действительно считали, что этот человек ваш друг? Я не говорю, что дружбы между мужчиной и женщиной нет. Но дружить можно. Но дружба, она должна, она нуждается в том, чтобы проверять. Дружба нуждается в проверке. Так вот, вы уверены в том, почему вы поверили мужчине, что он ваш хороший друг? Именно друг. С днем это связано. Это первый момент. Второй момент. Чтобы ничего пищевые, только через полгода, он не признается своих далеко не дружеских чувств. Здесь, опять же, не совсем понятно. Вы общались с этим другом год, и потом он вам признался в своих чувствах. Или вы общались с ним полгода, и потом он признался вам в своих чувствах. То есть, здесь вот на, на мой взгляд, здесь наручена хронология событий. То есть, вы говорите, полгода, но через полгода он признался, но при этом говорите, что год вы общались как друзья. Согласитесь, тут есть немножечко, ну, неточность вас. Далее, вы говорите, все бы ничего, но признался ко мне в недружеских чувствах. Соответственно, тут сразу встает вопрос, как вы восприняли то, что человек, ну, признался вам в недружеских чувствах. То есть, вы говорите, все бы ничего, но он, признался, то есть, для вас это было чем-то неприятным, неожиданным, чем-то, может быть, нежелательным или странным, или чем-то, может быть, пугающим. То есть, постарайтесь для себя ответить на вопрос, что для вас означало признание мужчинам. Вот какое значение это признание для нас получило. Дальше. Так, значит, он признался, и мы вместе, вместе решаемся попытаться счастья, быть парой. Это продолжалось чуть больше неделю. после этого, я решил, что ничего кроме дружбы я не чувствовал. Парни, а вы решили попытаться счастья быть парой. То есть, у вас не было уверенности в том, что это ваш человек. у вас не было чувств, у вас не было эмоций по отношению к нему, что он подходящий вам мужчина. Ну, опять же, если я правильно вас понял сейчас. вы не были уверены в том, что этот человек ваш, и из-за отсутствия уверенности вы говорите, что мы решили попытаться счастья. У меня вопрос. Зачем вы решили попытаться счастья быть парой, когда можно было в принципе просто встречаться какое-то время хотя бы. Просто взаимодействовать как-то друг с другом и все. То есть, что заставило вас попытаться, как вы говорите, стать парой. Зачем вы пытались стать парой? И я так полагаю, что нахождение в паре, нахождение в паре с кем-то для вас имеет особое значение. То есть, вы довольно четко разделяете, когда вы в паре с мужчиной и это одно, и когда вы не в паре с мужчиной и это другое. Разделение здесь носит, поправьте меня, если я ошибаюсь, характер больше рационалистичнее. Вот. И здесь вопрос. Ваша мотивация пытаться построить отношения с тем, кому у вас нет чувства. То есть, зачем? за этим ведь что-то стоит с вашей стороны, с вашей позиции. За этим ведь что-то находится, за этим кроется какое-то ваше желание. Правильно? дальше вы говорите о том, что ну, как бы, неделю вы пробовали и чувства у вас не появились. Мужчине вы поняли, что дружеских ч... ну, кроме дружеских чувств, больше к нему ничего не испытываете. Это понятно. Но почему вы решили и посчитали, что недели будет достаточно? Ведь чувства, они могут прийти и после года, то есть если вы уж решили пробовать быть парой, то в этом контексте вы как-то уж очень мало себе дали времени себе и вашему мужчине на то, чтобы ну стать действительно парой. Исходя из этого я могу сделать вывод, что вы либо спешили куда-то ну, зачем-то вы либо спешили, либо вы чего-то хотели чего-то конкретного хотели вы от отношений от мужчины и не получив этого вы решили из отношений выйти. Если это так, то здесь нужно разбираться чего именно вы хотели, ибо это важно. дальше вы пишите о том, что тем более у меня созрели романтические чувства с другом человеку. Здесь тоже не совсем понятно. вряд ли вряд ли почувствовали, что ваши чувства ну, вряд ли вы ощутили, что ваши чувства романтические к другому человеку появились внезапно появились внезапно. вряд ли в этом очки скорее всего они изрезрели довольно продолжительное время и скорее всего не без участия этого товарища ну, к которому у вас возникли чувства. И здесь у меня к вам вопрос. почему 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 вы имея чувства к одному мужчине вступили в отношения к другим? Опять же вопрос чего вы хотели к чему стремились? Чего желали? Чем продиктована такая ваша позиция? Понимаете ли вы, что в данном случае по отношению к вашему другу который потом перестал им быть вы поступили ну не совсем честно. Я вас не обвиняю, я просто говорю о том, что ваш поступок он свидетельствует об отсутствии четкой позиции по отношениям и возможно по женской модели поведения. Дальше значит мы расстаемся как и были до этого друзьями. Тут можно сказать сразу, что мужчины очень болезненно переживают разрыв отношений. то есть вы расстались как друзья и возможно вы и видели это так. Но человек скорее всего испытывал негатив и у него было уязвлено самолюбие в том, что неделя все-таки мало. Далее прошли месяцы после этого события его недвусмысленные намеки уже начинают подогревать мой интерес к нему как мужчине и заставить задуматься о возможности все-таки переосмыслить свое отношение к нему и попытаться влюбиться. То есть вы понимаете насколько рационально вы подходите к вопросу построения отношений. То есть мужчина своими недвусмысленными намеками отдельно которые тоже нужно разобрать что это за намеки вообще-то говоря такие ну что они из себя эти намеки представляют и представляют и почему вы грубо говоря считали что именно они эти намеки делают мужчину ну скажем так более мужчиной вот это вообще отдельная тема для ну для обсуждения так так вот вы получается не обращаете внимание на то что изначально человек вам не нравился то есть изначально у вас были дружеские чувства вы хотите хотите попытаться в него влюбиться вопрос опять же для чего как можно пытаться влюбиться понимаете вот это позиция да что вы пытаетесь влюбиться это вызывает очень сильное подозрение что у вас именно у вас в отношениях с мужчинами не так все гладко происходит и сценарий вашего поведения ну по отношению к мужчинам да сценарий он ну ну грубо говоря не такой уж радужный к сожалению тогда его нужно корректировать тогда его нужно разбирать чтобы вы все таки не попадали вот такие ситуации для себя крайне неприятные дальше значит хочу заострить внимание на том что все четыре месяца мой друг всячески проявляет ко мне романтические чувства и не скрывал этого и вот наконец когда я почувствовал что он ээээ для что он для меня теперь по-настоящему больше чем просто друг мы решаемся встречаться то есть отдельный вопрос который вам в этой ситуации я хотел бы задать заключается в следующем что это за интерес к мужчине вот вы говорите что он для меня а ээээ перестал быть ээээ просто другом да вы говорите что он стал для меня эээээ кем-кем-то больше Так вот вопрос такого плана у меня. Как это, грубо говоря, проявляется? То есть изменение восприятия мужчины у вас как происходит? Это очень важный момент, в каком свете вы начинаете видеть мужчину. Потому что, опять же, складывается чувство, складывается впечатление, что человек вам нравится. Только в контексте своих желаний. То есть того, чего хотите именно вы. А не того, например, чего хочет он, допустим, от вас. И отсюда возникает вопрос направленности вашей активности на человека. То есть как проявляется эта самая активность по отношению к мужчине. Дальше вы пишете, что, значит, когда я подсчитываю, что он больше, как бы странно это не звучало. То есть мы снова пытаемся встречаться. Это звучит странно, но это требует обсуждения, изучения, исследования и соответственной корректировки в будущем. Чтобы не было ничего странного. Далее проходит снова одна неделя, и он говорит, прости, я думал, что я до сих пор влюблен в тебя, но теперь ты больше влюблена, чем я. Ну, помимо того, что человек испугался банально, то есть я об этом уже сказал, что он просто испугался серьезности отношений. Вот, возможно, он и не был готов никогда к серьезным отношениям. То есть тут нужно выяснять. Но примечательна ваша реакция, что вы восприняли это негативно. То есть вы говорите, вы можете себе представить мою реакцию, сколько времени этот человек вроде как желал быть со мной, а теперь все рушит. Неужели это была его игра или проверка? Знаете, не совсем понятно, что именно рушит в данном случае человек в восприятии вас. То есть разрушение чего вы как бы видите здесь? Ведь ваших отношений практически не было. Но вы в отношениях с ним также не были. Так что же человек этот рушит? Не рушит ли он случайно ваши желания, ваши ожидания и так далее? Или может быть что-то еще. Ведь если вы начали испытывать к нему какие-то чувства, ну, к человеку, к этому мужчине, то справедливо сказать, что вы, наверное, желаете ему счастья. Если вы желаете ему счастья, то вам в этом случае несложно будет понять, что мужчина с вами не счастлив. Что он понял, что без вас ему лучше. Не важно сейчас, почему так. Важно, что это так. Но вы здесь думаете о себе. И поэтому у меня и возникает вопрос, связанный именно с тем, как же вы реагируете на то, значит, что мужчина вас отверг. То есть, стрессируете ли вы это на себя? Считаете ли вы, что это вы виноваты? Считаете ли вы себя обиженно и так далее, и так далее, и так далее? И понимаете ли вы, что, ну, что в этом контексте вы, по сути дела, занимаете роль такого обиженного ребенка, которому не дали то, что обещали. Но что обещали именно и для чего это вам, непонятно. Исходя из вашего, опять же, текста. И дальше вы пишите про себя еще. Только то, что мужчина знал о том, что у вас были, ну, тяжелые отношения с другим человеком, и обернулись они кошмаром. Он об этом знал, и что? Ну, то есть, он знал о том, что у вас не получились отношения. Да, он это знал. Но, что дальше? Что это меняет? Что, по-вашему, это должно вам давать? То есть, вы для чего-то это написали. Далее. То, что у вас отношения с мужчиной были кошмаром. Это, я полагаю, требует отдельного рассмотрения, потому что, ну, все-таки это ваши отношения, и разбирать их нужно отдельно. Одно могу сказать точно, что ваш друг к тому, что у вас получился кошмар, ну, вот именно в отношениях с тем человеком не виноват. Я надеюсь, что вы это понимаете. Ну, и последний момент, это момент, связанный с тем, что вы говорите, мол, вот у моего друга плохая компания, и она, эта плохая компания могла, значит, как-то его, там, настроить против меня, или что-то в этом роде. Может быть, так все и было. Может быть, действительно настроили против вас, может быть. Но даже если и так, это говорит о том, что человек достаточно внушаемый без своего мнения, и вопрос, который вам себе нужно задать, звучит так. Так, хотели бы вы быть таким мужчиной, нужен ли он вам, и вообще воспринимаете ли вы его как реального человека? Не является ли он, по сути, образом, который вы себе придумали, ну, именно потому что вам хочется или хотелось быть в отношениях? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Пошелаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.